Добрый день, сегодня анбоксинг и у нас Дина Куб от компании Чи Как только эта головоломка попала в продажу меня спросили, планирую ли я купить Я ответил, что вряд ли Поскольку у меня уже есть две головоломки этого вида компании МФ8 которую я не покупал, мне по ошибке выставили и подарили в итоге и от компании Шинг Шоу, Дина Куб Я сказал, что нет, не планирую Поскольку для чисто эстетических целей этих головоломок хватало Но чуть позже на чемпионате в Москве решили провести Дина Куб в качестве неофициальной дисциплины И я решил, естественно, поучаствовать Я собрал на головоломке общение шоу и собрал плохо Поскольку головоломка сильно-сильно лакапит Вращается-то быстро, но вот эти вот заедания как-то меня не порадовали То есть я даже котов не прошел что было очень грустно Поэтому я подумал А все-таки, может быть, купить Дина Куб от компании Чи? Его еще там называют Икс Куб почему-то Ну, мы понимаем, что это Дина Куб В чем суть самой головоломки? Это простейшая угловращательная головоломка У которой есть, по сути, только ребра Вот это ребра Углы, они как бы существуют, но они внутри и в образовании сторон не участвуют То есть они скрыты То есть и на компании Шэнк Шоу так же было Ну, все черненькое, тут было не видно Здесь же почему-то внутреннее строение все желтое Ну, наверное, так и интереснее В чем отличие Дина Куба от компании Чи и предыдущих моделей? Компанию МФ-8 я особо рассматривать не буду потому что она вращается совсем посредственно Если мы посмотрим на строение уголка Он, конечно, на Шэнк Шоу похожа но видно, что здесь все более плотно На Шэнк Шоу Чи посвободнее И на Чи еще свободнее То есть вот этот внутренний уголок Внутренний уголок Он расположен подальше от внешних элементов Чем здесь, здесь ближе Я так предполагаю На камере плохо видно, черный Я предполагаю, что это должно сделать головоломку чуть быстрее Конечно, нашлись люди, которые натренировались и на таких И хорошо собрали На тот момент уже были головоломки от Чи Я решил себе приобрести Коробочка вот такая Она говорит, что бывает в черном пластике с наклейками Дина Куб и в цветном пластике, как у нас Нарисован здесь Манс Фолк И все Есть вот такая небольшая инструкция Которая нам рассказывает, как же собирается Дина Куб Мы исследовать вряд ли будем Хотя здесь есть даже это и по-английски X-Cube Tutorial Возможно, кому-то полезно Я так понимаю, что инструкцию они здесь положили из-за того, что нет такой головоломки в их книжечке Где много всяких кубиков Но она, опять же, бесполезна Расцветка кубика точно такая же, как на кубике Warrior И материал такой же Фактура чуть матовая Цвета все те же самые И размеры такие же, как у обычной трешки В чем суть головоломки? Давайте замешаем Уже по пути что-то расскажем Суть собрать одинаковые цвета на всех гранях То есть это собирается как Ready, только без углов То есть углы собирать не нужно Сначала собираем белый слой Оранжевый, синий Сюда, очевидно, должен быть красный И сюда Здесь тоже лакапит Зеленый Дальше Здесь два ребра уже стоят Собираем Вот эти ребра И туда И в один алгоритм Собираем то, что осталось Иногда его приходится применять два раза И как бы все Ну, что удивительно Динокуб позволяет Сделать собранное состояние И еще другое То есть, к примеру, поменять Какие-то цвета местами Допустим, давайте сейчас Синий и зеленый Места им поменяем Я случайно это обнаружил Как-то Когда решил потренировать Динокуб Уже после того, как плохо его собирал на чемпионате И вот Есть такая особенность Сейчас я поменяю Синий и зеленый Для этого Ну, к примеру, я уберу вот это ребро Поставлю На вот это место Ну, а зеленое Верну на место синего Теперь мы видим Что у нас порядок не тот Белый, зеленый, красный Должен быть здесь оранжевый Но мы Не переживаем Просто берем и ставим сюда зелено-красное ребро Зелено-оранжевое ставим сюда Сине-красное сюда И Вот так И все собралось Мы видим полностью собранный Динокуб У которого расцветка не такая Я специально взял кубик 3х3 То есть Когда я достал из коробки Рассцветка была точно такая же Как и на кубике 3х3 Теперь же мы видим Белый, синий Сверху красный Белый, синий Должен быть оранжевый Вот так Но это состояние тоже является собранным И при сборках на чемпионате Тоже оно допустимо Что можно сказать по вращению Я его чуть-чуть покрутил Перед анбоксингом Получше Получше, чем у Шингшоу МФ-8 совсем глухо Поэтому Шингшоу и Чи Получше Опять же, цветной пластик Не будут обдираться наклейки Вот эти острые элементы Острые уголки Как бы их можно Со временем Ну, кто сейчас тренирует Где на куб Кроме Вова Кузнецова Ну Гололомка Лучше, чем Шингшоу В принципе Это все, что можно было здесь рассказать Давайте сделаем какую-нибудь еще Сборку чуть-то быстрее Локапит чуть меньше Но все равно Как бы локапы есть Особенности головоломки От этого никуда не деться Ну, как бы нужно привыкать И привыкнуть можно ко всему Так Такой вот скрам был Давайте Соберем с белого Ставим Побыстрее уже не получится Ставим Ставим И как-то так Я планировал сделать Обучающее видео По Одинокубику И для этого Прокрутил сотню сборок На кейс-таймере И как раз Там у меня время получилось Сотка где-то 16 секунд Ну, более короткие дистанции Там до 12 секунд Доходили Ну, это опять же Нашинг-шоу Где у меня все Дико Локапило Ну, перед тем Как все-таки записать Обучалку Я Кручу еще соточку На этом кубике А там уже И видно будет Ну, вообще Головоломка простая Но она Лежит в основе Многих Более сложных Головоломок Поэтому вот Будет обучалка Чтобы было На что ссылаться А так Естественно Интуитивно Любой Собрать сможет Просто я покажу Как Чуть побыстрее Это делать Как-то вот так Если задумаете Приобрести Динокуб Я думаю Все-таки Чаи Более Разумные выборы А на этом все Всем спасибо Всем пока